Крещенские морозы, запоздавшие к 19 января, догнали календарь буквально на следующий день. И уже в среду была открыта пешеходная ледовая переправа между берегами Волги. Не то, чтобы люди раньше не ходили туда-сюда, но теперь путь стал более комфортным и безопасным. Толщину льда вместе с сотрудниками МЧС и транспортной прокуратуры измерили и наши корреспонденты. Ловить рыбку, ни большую, ни маленькую, из этой лунки никто не собирался. В такое морозное утро на Волге вообще не было ни одного рыбака. А были сотрудники ГИМС, измерявшие толщину льда на разных участках пути с правого берега на левый. 32 сантиметра у берега. В принципе, нормально. А дальше больше или меньше? На середине поменьше, 28. После личного обследования переправы, подготовленной администрацией района в соответствии с техническими требованиями к такого рода объектам, представители МЧС дали добро на ее официальное открытие. Лед достаточно толщины, то есть сам минимальный составляет 28 сантиметров, по нормам 15. То есть вешки стоят, сходни стоят, оборудование спасательное выставлено. Ну, необходимо еще только дополнить указанием, где находится спасательный пост, который будет выставляться на период осложнения обстановки. И все, а так все хорошо. А ходить можно по одному группам? По одному группам, да. Главное, чтобы не допускать здесь выезд автотранспорта в район пешей ледовой переправы. А на Буранах можно ездить? Ну, Бураны, вообще, согласно закону СТОЗе Ярославской области, там есть статья, что выезд на лед вне ледовых переправ запрещен на любом механическом транспортном средстве. А вообще, возможно, ледовая дорога в этой зимой? Ну, не от нас это зависит. Необходимо согласование с ГИБДД, то есть необходим проект, необходимо обустройство. Там есть ОДН 98-го года, где прописаны все нормы. В проверке ледовой дороги между берегами участвовали и представители транспортной прокуратуры. На настоящий момент я могу отметить то, что данная переправа, она, скажем, более-менее соответствует тем требованиям, которые предъявляются именно к ней. Установлены вешки, правда, расстояние между ними не совсем соблюдено, то есть нужно будет поправить это. И на стороне красного перфинтерна, то есть отсутствует указание, где находится пост, как отметил уже сотрудник МЧС. На данный момент можно сказать, что это действительно уже хорошо. Путевые вешки, без которых легко обойтись в ясную солнечную погоду, станут хорошим ориентиром при движении в метель или темное время суток. Что хотелось бы отметить, чтобы жители нашего района не ломали вешки и не растаскивали спасательное оборудование, так как оно может пригодиться. К сожалению, средств на обустройство транспортной переправы между берегами у района нет. Поэтому единственный путь за Волгу для автомобилистов по-прежнему лежит через город.